Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Ну и также в 2017 году, сейчас у нас хоть и вторая неделя, но полагаю, что не будет ошибкой, если мы скажем, что большинство трейдеров вот только сейчас возвращаются к полноценным рабочим трудовым будням. Прошлая неделя на макроэкономические события оказалась довольно насыщенной. Много было релизов, статистики очень важны. Часть этой статистики можно использовать в качестве топлива для идей, связанных с ростом доллара, слабостью рисковых инструментов. Эта неделя, я думаю, что всех, кто ознакомился уже с содержанием экономического календаря, конечно же, по событиям не такая интересная. Но все-таки на рынках сейчас присутствует одна очень серьезная фундаментальная идея. Она связана с инаугурацией Трампа и претворением в жизнь хотя бы части тех реформ, которые он обещал еще во время предвыборной гонки. И для доллара, пожалуй, это основной триггер роста, может быть, даже более серьезный, чем ожидание дальнейшего ужесточения политики со стороны американского регулятора. Потому что ФРС как раз будет исходить из того, что произойдет с американской экономикой по факту претворения в жизни тех реформ, которые обещал нам Трамп. За этим, собственно, мы продолжим с вами следить в ближайшее время. Я надеюсь, что в предстоящие три месяца мы получим много позитивного для доллара и сможем, наконец-таки, прорваться выше отметки 120 по паре доллара японской иены. И сейчас хорошо то, что американец, я думаю, что согласен с нами, поскольку американская валюта продолжает расти, не позволяет медведям, которые вроде бы как наваливаются на активном моменте, но не хватает им силенок, чтобы, скажем, конвертировать вот это локальное ослабление в формирование новой нисходящей тенденции. Быки не дремлют. Это хорошо, потому что они как раз сейчас на нашей стороне, потому что нам нужен рост американцев. О паре доллара и иена мы, безусловно, как и всегда, сегодня поговорим. Но начнем давайте с того, что у нас интересного на рынке энергоресурсов. Клосс пятницы с понижением 56.78 по бренду. Сейчас актив торгуется также с снижением 56.82. Но в целом результат недели был довольно неплохой для всего рынка углеводородов, поскольку начало нового месяца – это реализация тех договоренностей, которые стали основой сделки от 30 ноября, когда ОПЕК признал необходимость сокращения производства. После, спустя пару недель к этому соглашению присоединялись и прочие, скажем, регионы, ключевые производители, которые уже не входят в эту организацию. И сейчас вот совместными усилиями они пытаются восстановить балансовое состояние на всем рынке, то есть спроса и предложения, через сокращение производства и, соответственно, через решение проблемы с перенасыщением. На прошлой неделе мы с вами говорили о том, что, возможно, первыми ласточками стали Оман и Катар, которые сократили производство на 45 и 130 тысяч баррелей в сутки, соответственно. Но под конец недели еще участники рынка обратили внимание и на Саудовскую Аравию, которая также отметила, ну, с точки зрения статистики, что коррекция производства с 486 тысяч баррелей в сутки – это как раз та цифра, которая и была заложена в основу сделку. Она реализована. Действительно, Саудовская Аравия сократила производство, но здесь очень важный нюанс, который заключается в том, что Саудовская Аравия скорректировала объемы добычи не с 1 января, а якобы сообщила о том, что они постепенно, полномерно сокращали производство в последний год. Я думаю, что у такого комментария, к такому комментарию должно быть больше вопросов, нежели он, скажем, дает рынку больше ясности. Поскольку нечто подобное мы слышали со стороны России, когда, скажем, поддержка российской стороны этой сделки была определена в формате того, что Россия просто не будет увеличивать добычу. И тогда в адрес России было обозначено много критики, то, что не строить, спекулировать на ожиданиях, стоит просто делать, а подделать, я, конечно же, подразумеваю, фактическое ограничение добычи. И вот сейчас со стороны Саудовской Аравии нечто подобное. В любом случае, последняя цифра по добыче – 10,05 миллионов баррелей в сутки. На мой взгляд, это очень много. Но, опять же, не будем сейчас говорить о том, какие ожидания на рынке присутствуют. Я уже делал довольно существенный акцент на то, что более-менее серьезная конкретика у нас будет в первых числах февраля по факту публикации нового доклада ОПЕК. Вот там же посмотрим, сколько нефти добывается. Я думаю, что статистика будет все-таки располагать и настраивать трейдеров на осознание более серьезного существенного потенциала снижения всех цен на углеводороды. Брэнта и WTA. Плюс еще идея в поддержку коррекции – это увеличение добычи нефти в рамках американской экономики. И мы уже можем делать выводы о том, что эта тенденция сохраняется, поскольку неуклонно растут нефтяные терминалы и платформы. Бейкер-Хьюз благодаря этому отчету и, соответственно, можно сказать, инстанции по статистике – 529 терминалов за позапрошлую неделю прироста с 525, то есть плюс 4 штуки. Цены на нефть по-прежнему находятся на высоких значениях. Значит, мы с вами ждем под конец первого квартала 2017 года то, что количество терминалов точно перевалит за отметку 550 штук, что увеличит давление на риски, связанные с присутствующим перепроизводством. Есть еще и регионы, о которых мы с вами также говорили – это Ливия, Нигерия, но особый также акцент я делал на Ливию, поскольку там есть уже даже конкретные цифры по ожиданиям. Такое ощущение, что Ливия очень надеялась на возможность достижения сделки, очень надеялась на то, что она будет исключена из данного соглашения по ограничению добычи и ждала через восстановление инфраструктуры как раз той самой возможности, которая позволит расширить экспансию, собственно, присутствия на всем глобальном рынке. Я думаю, что за этот регион мы с вами еще неоднократно будем цепляться, чтобы оправдать, соответственно, коррекцию цен на нефть. Рубль 59,54. Я думаю, что рубль вряд ли протащит ниже планки 60, но это произошло. Хорошо, что ниже не спустились, даже несмотря на высокие цены на нефть. Я думаю, что если бренд в ближайшие несколько торговых сессий даст нам коррекцию хотя бы на 1 доллар, российская валюта против американца снова уйдет в район 61 как минимум. В целом, долгосрочные цели. Год только начинается, и я думаю, мы с вами увидим еще новые пики по девальвации. И я надеюсь, что всех тех факторов, которых мы всегда с вами традиционно касались, достаточно, чтобы, по крайней мере, допустить в плане реализации большей вероятности идеи того, что российская валюта, в принципе, может просесть с гораздо большей вероятностью, нежели еще больше укрепиться. Евро против американца. Текущие котировки сейчас на наших экранах 1,0529. Европейская валюта довольно неплохо начала 2017 год. Я думаю, что если бы не торговая сессия пятницы, то результат был бы еще лучше. Но в пятницу последовала коррекция. А в целом, интерес к евро был подпитан, на мой взгляд, двумя ключевыми фундаментальными событиями. Во-первых, это слабость доллара локальная, поскольку доллар весьма чувствительно отнесся к публикации протоколов последнего заседания и позволил даже собственному индексу доллару. По факту их выхода просесть больше, чем на 1%. Это чрезмерный негатив. Я до сих пор не понимаю, с чем он был связан, поскольку в целом протоколы были в гораздо более жестком ключе, нежели можно было предположить. Второй момент, который поддерживал рисковый актив, в данном случае евро, это сильная статистика по индексам потребительских цен. Сначала у нас было чуть по Германии. Максимальное значение за несколько лет. По-моему, индикатор в годовом выражении улетел до отметки 1,7. Что касается отчета и статистики по инфляции в рамках еврозоны, то также перевалили за единицу впервые за последние 2,5 или даже 3 года. Серьезный позитив, который тут же был конвертирован в поддержку и, соответственно, позволил паре евро-доллар оказаться выше в моменте даже отметки 1,0550. Но что касается дальнейшего роста евро, то потенциал ограничен. Во-первых, в любой момент в игру может вступить сильный доллар. Мы видим, как пара доллара японская иена сегодня на азиатской сессии растет. И я думаю, вы все прекрасно понимаете, что этот рост связан как раз с интересом к американцу. И в случае его сохранения до конца этого дня давление на рисковый активы будет гораздо более серьезным. Плюс ко всему, у доллара есть фундамент мощный в виде последнего отчета по Non-Farm Perils, который способен привести к еще большему укреплению. На этой неделе также состоится заседание Европейского Центрального Банка. Здесь нужно сделать акцент на то, что, скорее всего, ИЦБ вернется в теме итальянского банковского кризиса. То есть, к той идее, которая выступала одной из причин потенциального снижения евро в район паритета. И если последует дополнительный негативный комментарий, ну хотя бы, если мы услышим о том, что предоставление ликвидности на обещанные 10 млрд евро затягивается для итальянской банковской системы, трейдеры поспешат использовать этот фонд, чтобы оказать еще большее давление на евро. Я полагаю, что локальный экстремум в плане максимума уже достигнут, поэтому евро можно, как и раньше, распродавать. И ждем уход пары ниже отметки 1.05. Наша с вами ближайшая цель 1.03, а потом и паритет. Фунт против американца. Здесь из важных событий, в принципе, отметить нечего. На этой неделе также событий будет не очень много. Но если говорить про ценовую динамику, здесь все просто суперски складывается, потому что, как мы с вами предполагали, коррекция может быть серьезной, динамичной и очевидной. И в пятницу мы видели, как пара потеряла за очень короткий промежуток времени больше 150 пунктов. Сейчас актив торгуется на отметке 1.22.24. Мы с вами идем к нашей с вами цели 1.21. Я думаю, что мы можем замахнуться на то, что даже до конца недели этой планка 1.21 пойдет. И мы сможем зафиксировать еще одну профитную сделку, чтобы поддержать наше с вами настроение в начале 2017 года. Доллар японская иена. Здесь non-farm payrolls последний. Я думаю, что если кто-то из вас сравнивает фактическую цифру с прошлым отчетом, ну, да, контраст 156 тысяч сейчас против прошлого 204 тысячи, и видеть в этом негатив не стоит. Потому что статистика в целом хорошая. Она указывает на сохранение восстановительного импульса, то, что сектор и дальше развивается. Но самое важное – это роззарплата, который оказался максимальным с 2009 года. И роззарплата продолжится и дальше, что в целом будет оказывать поддержку. А всему сектору потребительской активности. Ну и, разумеется, подстегнет дальнейший рост инфляции. И отправит, собственно, показатель по индексу потребительских цен к цели в 2%. Я думаю, что даже в перспективе уже в ближайших полутора лет. Чтобы закрепить результат по доллару, я думаю, что можно в двух словах коснуться комментариев трех представителей ФРС. Они, по сути, замыкали прошлую неделю. Это мейстер Каплана и Эванс. Особые акценты наделаем на комментарии Эванса. Мне понравилась формулировка, что 2 повышения процентной ставки не является необоснованным, а вот 3 повышения процентной ставки не является нереальным. Очень, на мой взгляд, неплохое высказывание, которое, в целом, наверное, настраивает нас на жесткий подтекст, которого стоит придерживаться в рамках всего ФРС. Ждем повышения процентной ставки. Знаем то, что представители ФРС, голосующие члены, они отталкиваются от тех изменений, которые могут произойти в политике после реализации инициатив администрации Трампа. Мы ждем это в ближайшем, то есть в первом квартале уже, в ближайшие 100 дней, как было сказано. Соответственно, макроэкономическая картина продолжит улучшаться даже по прогнозам. Экономика США вошла в 2017 год, в первый квартал, с очень серьезным импульсом в восстановлении, который привел к таким классным показателям в конце 2016 года по ВВП. И я думаю, что американская экономика в этом году покажет пресс даже больше, чем на 2,5%. USDCAD. Мы с вами настраивались на то, что в пятницу вслед за Non-Farm Perils вводит слабый отсчет по рынку труда Канады. Мы были правы, потому что уровень безработицы вырос до 6,9%, с 6,8% индекс деловой активности в производственном секторе ИВИ 49,456,5%, ниже 50%. Это, друзья мои, самая настоящая стагнация, которая уже переросла в рецессию. Макроэкономическая картина продолжит ухудшаться и тем лучше для нас, поскольку мы с вами ждем следующее заседание Банка Канады. И пусть не готовы поставить на то, что ставку обязательно снизят, но исходя из низких инфекционных ожиданий таких цифр и падений ВВП, будем спекулировать на то, что эта идея не лишена здравого смысла. И, соответственно, снижение процентной ставки негатив для канадца и позитивный фактор для роста пары USDCAD. Пока все действительно выступает в пользу того, что эта пара будет расти, вроде как и доллар оклемался, начинает пользоваться спросом, но и канадец. Сейчас только стоит дождаться снижения цен на нефть и все, пара снова окажется на отметке 1,35%. Я сразу призываю вас к тому, как и делал, даже на прошлой неделе нужно уже покупать эту пару. Идеальный уровень был 1,32%, сейчас котировки по USDCAD 1,3253 недалеко ушли, но в целом можно еще присоединяться к этой длинной сделке. Американский фондовый рынок переписывает исторические максимумы, тоже, как мы с вами предполагали, 2274 пункта. Сейчас, наблюдая, мы идем на отметку 2300, повторяться не буду, благодаря Трампу, и эта идея будет жить в ближайшие месяцы. И увидим еще более высокие значения. Золото корректируется после достигнутой планки и сопротивления 1175 долларов за баррель. И по мере роста американца мы снова увидим возвращение этого актива сначала к отметке 1150, а потом к нашей с вами цели 1100. Из важных событий сегодняшнего дня, пожалуй, стоит отметить только выступление Денниса Локкарда. Да, у нас состоится сегодня в 20.45, обычно Деннис Локкарт высказывается в довольно жестком ключе о перспективах монетарной политики. Я думаю, что он повторит оценку Эвенса от трех повышения процентной ставки. И это будет еще одним драйвером для роста доллара сегодня. Ну, а фактической иторией мы поговорим уже с вами завтра. На этом, собственно, все. Огромное всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, форум о маркетинге, канал на YouTube. Не забывайте подписываться, оставлять ваши комментарии и ставить лайки. Еще раз всех приветствую на полноценных торговых буднях. Рад вас всех видеть. Увидимся завтра в ходе брифинга. Ну и не забывайте о том, что сегодня в 16.30 традиционный вебинар «Правильный понедельник». Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok